Фонд Государственного архива Ульяновской области пополнился интересными документами. Когда-то они принадлежали представительнице дворянского рода Вере Шмурло. По словам архивистов, документы передала в архив Наталья Силаева, жительница Ульяновска, которая познакомилась с Верой Владимировной через свою маму-библиотекаря. Вера Владимировна родилась в 1898 году в городе Томске в семье инженера-путейца Владимира Францевича Шмурлова. Вера Владимировна Шмурло получила среднее образование в частной женской гимназии города Риги. Там же она немного и работала после окончания классной наставницей. Согласно документам, в 1916 году у Веры Владимировны погибает на фронте брат Андрей. Вера переезжает в Петроград, где становится сестрой милосердия. Но в 1920-е годы она поступает на библиотечный факультет Института политпросвет работы города Ленинграда. Так она становится библиотекарем. В 1924 году Вера Владимировна сознательно совершенно вступает в ряды РКПБ. Но в 1931 году по причине того, что она отказалась порвать отношения с своими родителями, Вера исключена из рядов партии. И с этого момента у Веры начинается черная полоса в жизни. По словам Ларисы Анатольевны, в 1935 году Вера без всяких предупреждений высылается в город Куйбышев. Явившись первый раз в НКВД для ежемесячной регистрации, она понимает, что ее жизнь сломлена и искалечена навсегда. При этом Вера Владимировна пытается устроить жизнь на новом месте. В Куйбышеве она работает в педагогическом институте библиотекарем. Далее в областной библиотеке преподает французский язык во второй средней школе. В 1941 году ее снова без предупреждений высылают в Алтайский край. В 1948 году Вера Владимировна Шмурло вместе с мужем приезжает в Ульяновск. В том же году муж у Веры умирает, и она остается одна. У нее не было детей. Ульяновский период ее деятельности начинается с 1949 года. Сначала она библиотекарь в 8-й женской школе. В 1950 году она библиотекарь в первой мужской средней школе имени Ленина. Далее Вера Владимировна Шмурло переезжает в село Тетюша Ульянской области, где работает заведующий сельской библиотеки. В это же время она пишет письмо первому секретарю ЦК КПСС, руководителю государства Иосифу Сталину. «Фактически я имею волчий паспорт. За что?» – обращается она к нему. «За то, что не отреклась от отца и матери, воспитавших меня. Я оказалась браком искусного мастера, с той разницей, что промышленное изделие мертво, а я живой человек. И ошибка мастера обернулась для меня неистекаемым источником нравственных страданий. Отправлено или нет, это письмо мы не знаем. Вполне возможно, до нас дошел черновик того письма». В 60-х годах, согласно документам, Вера Владимировна живет в Риге и Юрмале. Но потом возвращается в Ульяновск, как в Тихую гавань. Ее земной путь завершился 3 января 1987 года. Архивисты надеются, что совместными усилиями удастся восстановить полную историю жизни и доброе имя Веры Владимировны Шмурло – дворянки, сестры милосердия и библиотекари. Ирина Антонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.